Всем привет! И мы продолжаем учить грамматику. На очереди 21 урок. Сегодня мы разберемся с возвратными глаголами в немецком языке. Первое, что стоит запомнить, что возвратный глагол в немецком языке имеет отдельную частицу sich, тогда как в русском у нас выражается суффиксом вся. То есть мы говорим мыться, а немцы говорят sich, waschen. То есть дословно мыть себя. Эту частицу надо выучить в табличке. Например, опять же, если мы возьмем глагол мыться, по таблице будет я моюсь. Их ваше мих. Ты моешься. Ду вешст дих. Он моется. Эр вешт сих. Она моется. Си вешт сих. Ви вешен унс. Ир вешт уйх. Си-си вешен сих. И вы видите, что эта таблица похожа на склонение личных местоимений на винительный падеж аккузатив. Их мих. Ду дих. Но в третьем лице единственного и множественного числа sich будет всегда оставаться просто sich. То есть она даже легче, чем та старая наша табличка, которую вы уже должны знать. Возьмем для примера еще один возвратный глагол. Сих фойм. Радоваться. Их фойм мих. Ду фойст дих. Эзи эс фойт сих. Ви эфойм унс. И эфойт ойх. Си-си фойм сих. Как видите, ничего сложного нет. Вся сложность в том, чтобы привыкнуть к этой частице и никогда не забывать ее говорить, когда мы просто общаемся на немецком. А для этого вам надо брать каждый новый возвратный глагол. В словаре он стоит всегда с этой частицей. И постоянно прогонять его по табличке. А лучше придумывать несколько больших предложений. Второе, что вам стоит запомнить. У одного и того же глагола, как и в русском языке, может быть возвратная форма и невозвратная. С тем же ваше мы можем сказать Их мюхту мих хойту вашен. Я хочу сегодня помыться. Или сегодня я хочу помыть мою машину. Хойту мюхту х майн ауто вашен. Или, например, возьмем глагол Сих фазирен. Бриться. Разумеется, если убрать частицу сих, то это будет просто глагол брить. И, наконец, третий момент, который вам стоит запомнить по этой теме. Частица сих, в какой бы форме она ни стояла, Стоит в предложении сразу после глагола, который находится на втором месте. Например, Их ваше мих хойту. Я сегодня помоюсь. Их ваше хойту мих сказать нельзя. И даже если частица сих относится к глаголу, который будет стоять на последнем месте, В случае, если на втором стоит модальник, Она все равно стоит сразу после глагола. Я хочу сегодня помыться. Их мюхту мих хойту вашен. Уходить на одно место вперед, На четвертое место в предложении, Она может только в том случае, Если на первом у нас стоит вопросительное слово. Например, Когда ты хочешь помыться. Ван мэхтест ту тих вашен. Дело в том, что здесь подлежащее, ДУ, Ушло на третье место. А самое главное правило в немецком языке, Что подлежащее и сказуемое в обычном предложении всегда стоит рядом. На этом на сегодня все. Здесь можно подписаться на этот канал, Где есть много роликов о немецкой грамматике, Разговорном языке, А также многое-многое другое. Если вы хотите разобраться в данной теме еще лучше, Вам переходить по вот этой ссылке. Пока!